Мы начинаем вторую часть курса «Лица истории христианства» — это попытка увидеть не столько события, не столько факты, сколько жизнь людей и через биографии этих выдающихся деятелей христианства, взглянуть на то, что происходило с этим могучим движением в течение веков, и попробовать сделать выводы для нашей современной жизни. Мы попробуем в течение этого курса осветить историю более чем семи веков. Это колоссальная задача, неподъемная задача, но мы будем пробовать. Мы начинаем попытку увидеть историю Средневековья. Средневековье — это условное название времени, которое простирается от начала VII века до начала XV века с точки зрения истории христианства. Разные историки, естественно, по-разному будут оценивать, что такое Средневековье. Мы будем в основном ориентироваться на христианский подход и христианское деление истории и пользоваться во время нашего путешествия по Средневековью моими книгами «Популярная история христианства», которую, очевидно, вы знаете, а также двухтомником «Двадцать веков христианства». Нам предстоит пройти вторую часть этого первого тома, естественно, не в полном объеме, и часть второго тома, для того, чтобы увидеть, что происходило в истории за эти семь веков, начиная с VII века. Итак, история средневекового христианства через лица, через биографии выдающихся людей этого периода. Мы, собственно, начиная историю Средневековья, вступаем в период раздробленности. Если в предыдущий период, который мы называли античный период истории христианства, начинался он с появления этого движения в I веке, примерно в 30-е годы I века, и мы говорили, что до начала VII века шла античность, первый курс был посвящен именно этому периоду. В этот период христианство чувствовало себя, в общем-то, единым организмом. Хотя оно было разбросано по всей Римской империи, но вот это единство, которое создавалось для римских граждан, хотя Римская империя уже практически потеряла свои границы к концу этого периода, начался ее очень активный распад, она, собственно, перестала существовать уже как империя, но в сознании людей все еще продолжала существовать единая церковь, разбросанная по всей Вселенной. Но вступая в Средневековье, мы понимаем, что начинается совершенно новый период, когда сознание людей стало меняться, сознание людей стало более локальным, стало привязано к какому-то определенному, очень конкретному месту, и этот период, период, который характеризуется многими негативными, я бы сказал, процессами, хотя с точки зрения истории мы не имеем права давать оценки, негативные, позитивные, это уже представление современных историков. Но мы хотим посмотреть на эту историю, разбив ее на несколько частей, во всяком случае, хотя бы на две большие части, потому что сразу охватить всем с лишним веков, по сути дела, очень трудно за один прыжок перепрыгнуть такую временную дистанцию, поэтому первая часть нашего путешествия будет связана с периодом разделенного христианства, христианства, которое существовало с начала седьмого до примерно середины десятого, одиннадцатого веков. То есть мы попробуем говорить об истории христианства до 1054 года, как бы в первой своей попытке охватить этот огромный и, конечно же, по-настоящему неподъемный материал. Может быть, трудно найти название для этого периода, но я бы сказал, что вот эти несколько слов, которые звучат так, «светлый дух» и «темные века», хорошо характеризуют период, о котором мы будем говорить. Очень часто в сознании многих людей средневековье — это очень мрачное время. Собственно, если я скажу слово «средневековье», то эпитетом чаще всего звучит «мрачное средневековье». Описание этого периода, там войны, там кровь, там какие-то ужасы происходят — это очень надуманное представление. В реальности все не так. С точки зрения количества войн, количества насилия, еще новое время может поспорить со средневековьем. Где больше насилия, где больше крови, где больше мрака. Но у нас уже сложилось такое впечатление под влиянием историков-просветителей XVIII века, которые очень не любили средневековье и дали ему вот такое определение, такой эпитет. Он стал кочевать из книжки в книжку и вот дошел до нашего времени из всех школьных учебников. Мы знаем «мрачное средневековье». Это отчасти правда. Оно действительно мрачное, как, собственно, и любой период человеческой истории. Античность тоже можно было бы назвать мрачной античностью. Но в это мрачное средневековье включается, характеризуется это средневековье еще и очень светлым духом. Очень серьезной попыткой подняться над этой плотской, очень грязной, очень чувственной, очень кровавой действительностью. И попытка увидеть Царство Божие, приблизиться к нему. Конечно, это очень сложно было сделать, и чаще всего эти попытки оканчивались неудачей. Но в период Средневековья можно сказать, что христианство характеризуется несколькими очень важными словами-показателями. Вот такими словами-показателями могут быть, во-первых, теократия. Теократия – это тот маркер, который может показать нам, что происходило с христианством в этот период Средневековья. Теократия – это означает управление или власть Бога на земле, которая осуществляется мирскими способами. То есть попытка создать Царство Божие на земле. Кстати, эта попытка делалась не только в христианстве. В этот период, собственно, все государства пытаются строить себя, пытаются строить свои государственные образования, системы, именно на религиозном фундаменте с идеей того, что каких-то религиозных принципов можно построить здесь, на земле, государство. Это характерно и для христианства, это характерно для ислама, это характерно, собственно, и для восточных государств, серьезных, таких как Китай, там и другие государства, которые тоже строились очень часто, исходя из религиозных идеологических систем. Так что теократия – это очень характерное понятие, определяющее, собственно, и положение, и роль христианства, и его работу, можно так выразиться. Второе слово-маркер, которое характеризует вот этот период, особенно раннее Средневековье, о котором мы сейчас говорим, до 1054 года, до времени раскола, великого раскола церквей, это слово «раскол». Раскол – это как раз вот та характеристика, которая очень хорошо применима к этому христианству, потому что христианство этого периода, ранее чувствующее себя единым организмом, вот теперь начинает жить в разных государствах, начинает существовать в разных даже идеологических системах, начинает существовать в разных управленческих системах, под управлением разных императоров, совершенно разным мировоззрением. И вся вот эта разность приводит к тому, что христиане тоже начинают обособляться, начинают как-то приспосабливаться к своим собственным условиям, что, собственно, тоже естественно для любой религиозной системы, потому что христианство, начавшись сначала как организм, и видя себя как организм Иисуса Христа, во всяком случае доконстантиновское христианство в основном чувствовало себя как тело Христова, единое тело Христова. Уже начиная с IV века это христианство стало больше воспринимать себя как организацию, а не как организм. Организм постепенно уходит из сознания христиан, в всяком случае руководящей прослойки христианства, и заменяется на понятие организация. Организация требует единства, организация требует хорошей системы управления, и поэтому вполне естественно, что любая организация подчиняется неким законам организационных систем, и христианство не может избежать этих законов. И один из законов как раз и гласит о том, что организация должна стремиться и всегда реально стремиться к вот этому единству внешнему, видимому такому единству. А стремление к единству неизбежно породит раскол, особенно в христианстве, потому что христианство это очень динамичная, очень гибкая система, система, которая предполагает мышление отдельного человека, отдельных групп людей. И неизбежно, что появляются разные мнения, разные представления. Для организации такого не может быть. В организации все должны мыслить одинаково, правильно, хорошо. Вот так, как сказали наверху, тот, кто сидит повыше, велел мыслить так, значит, все обязаны так мыслить. До тех пор, пока христианство было вне организации, оно могло избежать расколов. А вот тогда, когда оно стало частью организации, расколы неизбежны. Так что раскол – это совершенно обязательный признак христианства, начиная с этого времени и в дальнейшем, и до уже нового времени, собственно, это то, что характеризует это движение. И третьим маркером можно назвать ислам. Ислам, который появляется в этот период, начинает играть очень существенную роль во всей истории цивилизации, и особенно для истории христианства. Мы не можем обойти это очень мощное и сильное движение, и обязаны сказать, как оно повлияет и повлияло уже на историю христианства. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok